почему солнце сходит и заходит как вы думаете могли бы мы жить без солнца конечно нет солнце освещает и согревает землю без солнечного тепла не прорастают семена растений не распускаются листья на деревьях не зеленеют поля солнечным лучам радуются птицы звери насекомые и конечно мы с вами люди без солнца темно холодно неуютно все живое старается ночью спрятаться заснуть переждать холод и темноту а когда солнце взойдет пробуждается оживает вся природа солнце источник жизни на земле оно нужно всем поэтому самых древних времен люди поклонялись солнцу благодарили его за тепло приветствовали его восход по утрам посмотрите как красиво рассказывали про солнце древние греки подул легкий ветерок все ярче разгорается восток вот открыла разоперстая богиня заря эус ворота из которых скоро выйдет лучезарный бог солнце гелиус в ярко шафрановой одежде на розовых крыльях взлетает богиня заря на посветлевшее небо залитое розовым светом льет богиня из золотого сосуда на землю росу и роса осыпает траву и цветы сверкающими как алмазы каплями благоухает все на земле проснувшаяся земля радостно приветствует восходящего бога солнце гелиуса на четверке крылатых коней в золотой колеснице которую выковал бог гефест выезжает на небо с берегов океана лучезарный бог верхи гор озаряют лучи восходящего солнца звезды бегут с небосклона при виде бога солнца одна за другой скрываются они в лоне темной ночи все выше поднимается колесница гелиуса в лучезарном венце и в длинной сверкающей одежде едет он по небу и льет свои живительные лучи на землю дает есть свет тепло и жизнь совершив свой дневной путь бог солнце спускается к священным водам океана там ждет его золотой челн в котором он плывет назад к востоку в страну солнце где находится его чудесный дворец бог солнце ночью там отдыхает чтобы взойти в прежнем блеске на следующий день а вот сказка которую придумали жители суровых северных стран скандинавии когда-то очень давно еще совсем не было ни солнце ни луны на земле царила вечная ночь и потому что не было солнце не зеленели деревья не цвели цветы не росла в полях изумрудная трава тогда могучий бог по имени один со своими братьями пошел в страну огня добыл там огонь и сделал из него солнце и луну они получились прекраснее всего что когда-либо удавалось сделать богам и волшебникам оставалось найти кого-нибудь кто стал бы возить солнце и луну по небу жил в это время на земле человек у которого были сын и дочь необыкновенной красоты отец страшно гордился своими детьми он считал что красивее их не может быть ничего на свете и когда отец узнал про замечательные творения богов он назвал свою дочь соль что значит солнце а сына мани что значит луна не понравилось богам такое высокомерие и они жестоко наказали этого человека бог один взял соль и мани на небо и заставил их возить небесные светила с тех пор сидит соль на переднем сиденье колеснице правит парой белых коней каждый день везет она солнце по небу только ночью успевает немного отдохнуть а брат ее мани на другой колеснице по ночам возит луну с тех пор весело зеленеют хлеба в полях наливаются плоды в садах шумят зеленые леса на горах и люди радуются и благодарят богов но брат и сестра иногда плачут от обиды и тогда солнце и луна на небе видны в дымке ну а как на самом деле двигается солнце почему оно восходит и заходит не висит все время на одном месте на небе помните как вы однажды вечером кружились на каруселях а рядом стоял огромный яркий фонарь фонарь покажется впереди из-за карусели промчится мимо и снова скроется за каруселью некоторое время фонаря совсем не видно темно а потом он снова появится проплывет мимо освещая вас и опять скроется но ведь на самом то деле фонарь не двигался а карусель вертелась это прятала вас от него то снова выносила на свет так получается и с людьми на земле земной шар не просто летит в космосе вокруг солнца он летит и одновременно вертится как карусель то прячет нас от солнце то вынесет на солнечную сторону а нам кажется что земля стоит на месте а вокруг нас ходит солнце нам так кажется потому что земной шар огромный солидный такая махина не может быстро вращаться как какой-нибудь обыкновенный волчок она поворачивается медленно плавно без скрипа без толчков целые сутки проходят пока земной шар обернется вокруг себя один раз поэтому мы и не замечаем его вращение когда плывешь по морю на большом теплоходе тоже совсем не замечаешь когда он поворачивает конечно если виден берег то поворот можно заметить по берегу а если берега не видно если теплоход плывет в открытом море в этом случае только по солнцу и заметишь что корабль повернулся сидите вы например на теневой стороне палубы и вдруг видите что на вас наползает луч солнца значит теплоход поворачивается вашим бортом к солнцу так и с земным шаром последите внимательно за солнцем когда она выходит из-за дома или из-за горы кажется что солнце медленно ползет по небу а на самом деле медленно поворачивается под лучами солнца как огромный корабль наш земной шар солнце освещает только ту половину земли которая к нему повернута на другой половине в это время темно там ночь потом когда земной шар повернется кругом там где был день наступит ночь а где была ночь наступит день чтобы вам было виднее как вертится земной шар мы на рисунке проткнули его осью на самом деле конечно никакой оси нет эту линию мы только вообразили те места на земле где должна была бы торчать это воображаемая ось называют полюсами верхний полюс называют северным нижний южным а середина земного шара между полюсами называется экватором мы с вами живем между экватором и северным полюсом на верхней половинке земного шара эту половинку называют северным полушарием вокруг солнца земля летит очень долго проходит целый год пока она успеет обойти вокруг солнца один раз за это время она успевает обернуться вокруг себя триста шестьдесят пять раз поэтому в году триста шестьдесят пять дней и триста шестьдесят пять ночей луна как и солнце тоже каждый день восходит и заходит если вы внимательно посмотрите на звезды то заметите что и все звездное небо как будто медленно медленно поворачивается понаблюдайте за какой-нибудь яркой звездой сейчас она здесь за час она заметно передвинется а завтра в это же время совершив полный круг снова окажется на прежнем месте происходит это из-за того что все время медленно поворачивается земля мы сидим на этой огромной карусели и вертимся вместе с ней окажется нам что вокруг нас вертится весь мир весь космос представьте себе теперь что вы сели на верхушку карусели на ее крышу на то место где обыкновенно бывает флажок карусель вертится а вы закинули голову и смотрите на небо бегут вокруг вас дома и деревья а то облачко которое прямо у вас над головой стоит на одном месте как будто здесь вбит гвоздик а все остальное нарисовано на картоне и картон на этом гвоздике вертится полюс земли похож на крышу карусели если мы с вами станем на полюсе то прямо над нашей головой окажется полярная звезда помните мы говорили про нее так вот она гвоздик земной шар медленно вращается все небо над нами как будто вертится навстречу а полярная звезда стоит на одном месте совсем иначе будет вести себя звездное небо если мы с полюса перейдем на экватор полярная звезда отсюда кажется неподвижно лежащий на горизонте в той стороне где северный полюс если стоя на экваторе посмотреть на восток то звездное небо как огромный театральный занавес величественно движется вверх а на западе звезды также отвесно опускаются горизонту интересно смотреть на экваторе как заходят солнце и луна они как и звезды опускаются совсем отвесно точно их кто-то подвесил на ниточке и окунает за горизонт мы с вами живем и не на полюсе и не на экваторе мы живем посередине поэтому и полярная звезда видна у нас не над головой они же поэтому солнце и луна в наших краях восходят двигаясь наклонно словно забираясь на горку и заходят скатываясь с горки и все это происходит потому что что земля шар и этот шар вертится